здравствуйте друзья рассмотрим интересный документ который называется кровли пересмотр актуализированные редакции СНИП 2 часть 2676 издание официальное первая редакция Москва 2016 год этот основной документ который используется при написании договоров на ремонт кровли на кровельные работы и знания кровельщикам и не только кровельщикам но и всех кто работает в кровельной строительной отрасли просто насущная необходимость в этом документе рассказывается о кровлях вот краткое содержание этого документа но нас больше всего сегодня будет интересовать термины и определения то есть вот эта страница то есть страница номер 3 ну и далее нам будет интересовать кругли из металлических листов это 7 раздел страница 21 который можно будет посмотреть узнать кроме основной части есть еще приложение то есть приложение здесь тоже интересные кому будет интересно вот есть кровля 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 утепленная кровля утепленной крыши кровля не утепленной крыши страница 64 ну и здесь приложение кровля 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 из металлических листов и это страница 97 ну и конечно здесь приложение к кровля 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 и металлических листов страница 99 ну и тоже интересная такая деталь то есть здесь имеется еще библиография это тоже интересная тоже деталь то есть тут страница 105 и плюс еще дается понятие ключевые слова это страница 107 вот таком порядке сейчас коротенько рассмотрим все эти моменты здесь по-моему интересно прочитает этот документ ссылку я дам в описании и мы сейчас будем искать то что нас интересует вот здесь много интересных ссылок дается вот кому интересно может это все почитать в принципе книжка небольшая всего сто семь страниц и вот здесь мы сейчас находимся на странице 3 то что мы заявляли в начале и вот у нас термины определения здесь все интересно все так расписано что такое водосток воронка водосточная диффузионные пленки дренажный слой яндова вот все эти определения надо учить новичкам наизусть запоминать их и разбираться что такое картина кроельная то есть это заготовка из металлических листов с отогнутыми кромками для их соединения что такое конек кровля как бывает кровля вот видите кровля есть оказывается зелененная кровля штучная это интересно для общего развития кровля эксплуатируемая ну и заканчивается этот раздел что такое слуховые окна пожалуйста можно прочитать уклон кровли что такое уклон кровля оказывается бывает процентов и градусов процентов и градусов ну и то что еще хотели рассмотреть тут на самом деле вот раздел небольшой это две странички все ну и здесь конечно интересно это конце то есть это приложение о о оцинкованным листам так если я правильно нашел да вот здесь вот начинается как раз 97 страница и здесь вот рассказывается про кровли из металлических листов то есть что может быть основанием под кровлю какие это интересные моменты вот здесь все в правой части в столбце все это расписано читайте повышаете свою квалификацию здесь вот тоже важные такие данные совместимость металлических листовых материалов для кровли что совмещать можно что нельзя например медь и оцинкованную сталь написано минус то есть клямеры например если у вас оцинкованные для металлических кровли не подходят то есть легко очень разобраться ну и далее здесь примеры решения детали кровли здесь говорится про клямеры про клямеры скользящие вот они и клямеры жесткий клямер то есть фиксированные клямеры это вот эти вот клямеры ну и какие есть варианты гребня двойной стоячий фальц есть вариант первый когда мы полностью отгибаем все кромки такие варианты когда у нас отогнут P фальц в виде K фальца и указано как крепятся клямеры каким образом все это зависит от уклона кровли от уклона кровли ну и далее тоже интересные здесь такие продолжения то есть варианты соединений варианты как устраивать им даву и разжелобок как раньше говорили это полностью как устраивать подвесной жёлоб как устраивать подвесной жёлоб карниз кровли из металлического листа так вот он здесь обозначен как делать конёк кровли из металлического листа Ну и дальше уже примеры решения деталей кровли с железобетонных лотковых панелей. То есть мы уже на 102 странице мы уже останавливались. Таким образом мы посмотрели полностью интересующие нас детали, элементы, которые в своде правил, то есть СП-17-133.2016, то есть кровли, пересмотр, актуальная редакция СНИП-2-2676, Москва, 2016 год. Для новичков важно изучить и запомнить термины и определения по условиям. Стальной фальц кровли. Основным документом по которому производятся кровельные работы в РФ является СНИП-2-2676 кровли Актуализированная версия ПСП-17,13330-100 тысячных. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Российской Федерации Москва-2016. Поперечные швы металлических листов предусматривают на кровлях с уклоном более 30 градусов, с нахлестом не менее 100 миллиметров, от 10 до 30 градусов, в виде одинарного лежачего фальца, от 7 до 10 градусов, в виде двойного лежачего фальца с уплотнительной лентой, от 3 до 7 градусов, в виде двойного лежачего фальца с предварительно сжатой уплотнительной лентой, ПСУ. Количество клямер для крепления кровельных картин определяют расчетом, на ветровую нагрузку с учетом усилия на выдергивание клямер, максимальное, расстояние между клямерами не должно быть более 500 миллиметров. При выборе материала для кровли необходимо учитывать их физико-механические показатели. Такие металлы, как медь, алюминий, цинк, титан, обладают высокими показателями, линейного расширения, поэтому компенсацию деформаций кровель необходимо предусматривать как вдоль, так и поперек скатов. Оптимальная длина ската кровли из этих металлов при закреплении скользящим клямером не должна превышать 10 метров, при большей длине ската следует предусматривать компенсационные стыки, температурные швы и длинные скользящие, клямеры, которые располагают вдоль ската в стоячих фальцах. Компенсаторы деформаций предусматривают также из элементов с эластичными полосами из полимерных материалов, зона расположения неподвижных, жестких клямер на кровле, шириной 3 метра зависит от ее уклона, рисунок к 3 приложения, конструкция поперечных соединений листов, деформационных швов, и до формационных зазоров в водоотводящих желобах зависит от угла наклона кровля. Неподвижные жесткие клямеры следует предусматривать для закреп, линия кровли вокруг выступающих над нею конструкций. Основанием под кровлю из цинк-титана, меди и свинца служит деревянный, сплошной настил из досок толщиной не менее 25 мм, из водостойкой фанеры. Марки FFF, ГОСТ 3916,1, толщиной не менее 12 мм, ОСП-3 или ОСП-4. Ориентирован но стружечная плита, толщиной не менее 12 мм. При этом между металлическими листами и настилом предусматривают объемную дренажную мембрану. АТ, для отвода конденсата. Несущую способность основания под кровлю следует устанавливать расчетом. На действующие нагрузки в соответствии с СП-20,13330. Соединение кровельных картин вдоль ската следует выполнять двойными, стоячими фальцами поперек ската, лежачими. При уклоне кровли более 35. Соединение картин вдоль ската выполняют угловыми стоячими фальцами. Свинцовые листы вдоль ската соединяют фальцем с расположенными между листами клямерами, например из меди или оцинкованного стального листа. Важно понимать. На СНИП кровли ссылаются в договорах по кровельным работам. Является официальным документом по приемке кровельных работ на соответствие. Например, сделана обрешетка с шагом 200 мм, по СНИП кровли шаг обрешетке должен быть 150 мм. Скользящие клямеры расположены на расстоянии 700 мм, по СНИП должно быть 500 мм. Придется переделывать. Некоторые исполнители кровельных работ придерживаются добровольно более жестких немецких стандартов ДИМ. Редактор субтитров А.Семкин